Встреча с президентом Франции Эммануэля Макрона и председателя Европейского совета Шарла Мишеля 4 февраля состоялась дистанционная встреча премьер-министра Республики Армении Николы Пашиняна и президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева. Стороны обменялись мнениями относительно решения существующих гуманитарных проблем. Официальный представитель МИД России Мария Захарова пока не располагает информацией о строительстве альтернативной дороги Лачинскому коридору. Захарова заявила об этом на брифинге, отвечая на вопрос о том, что в азербайджанских СМИ появились фотографии строительства моста, которая, согласно публикациям, станет альтернативной дорогой Лачинскому коридору. Захарову спросили, соответствует ли действительности утверждение о том, что строительство инициировано российской стороной. «На данный момент у меня по этому вопросу отсутствует информация», — сказала она. В МВД разъяснили случаи относительно прозвучавших минувшей ночью в столице выстрелов. Согласно этому, около 4.45 утра в дежурную части Панакерского городского управления полиции поступило сообщение о том, что на улице Олега Манукяна были произведены выстрелы из ружья. В результате проведенных сотрудниками Степанакерского городского отдела оперативных мероприятий установлено, что в указанный час из окна своей квартиры стрелял 36-летний житель города Степанакер. Последний был арестован, добровольно сдал оружие сотрудникам отдела, признался, что находился в тяжелом эмоциональном неуравновешенном состоянии, так как его брат после войны до сих пор числится пропавшим без вести. Проверкой занимается Степанакерское городское управление полиции. Информационные технологии являются одними из самых перспективных и многообещающих направлений социально-экономического развития практически всех мировых сверхдержав. В Арцахе организованы бесплатные курсы для содействия развитию IT-сектора. Десятки участников получили возможность научиться программированию. Курсы, организованные Фондом высоких технологий и Центр стратегического планирования, длились 10 месяцев. По результатам экзаменов лучшим шести участникам были вручены сертификаты. В курсах принимали участие люди разных профессий, без возрастных ограничений, тем, кто видит свою будущую деятельность в сфере IT. Сертифицированные IT-специалисты перед началом работы пройдут испытательный срок на 2-3 месяца. Центр высоких технологий и стратегического планирования в ближайшее время организует также курсы по другой тематике. Цель – пополнить рынок труда конкурентоспособными и обладающими современными технологиями специалистами. Федерация Ушу-кунг-фу Арцаха подвела итоги работы, проделанной с 2019 по 2021 годы. В 2019 году во взрослом чемпионате мира приняли участие 4 спортсмена, что было беспрецедентным для Арцаха. На турнире Арсен Багирьян стал бронзовым призером. В 2020 году в селе Гиши-Мартунинского района прошел открытый чемпионат. Затем спортсмены Арцаха приняли участие в российском Кубке звезд по Ушу. Из-за эпидемии, а затем и войны, деятельность Федерации стала намного пассивной. Среди достижений 2020 года – ремонт спортивной школы и пополнение материально-технической базы. В настоящее время Федерация имеет 10 филиалов, 18 групп, 440 спортсменов и 7 тренеров. Президент Арцахской Федерации Ушу-Кунг-Фу Давид Григорян был единогласно переизбран открытым голосованием. Вчера было проведено 190 тестирований, в результате которых в Арцахе выявлено 74 новых случая коронавирусной болезни. В данный момент стационарное лечение проходит 23 пациента с диагнозом COVID-19. Врачи оценивают состояние 5 пациентов как крайне тяжелое, 15 – как тяжелое. Министерство здравоохранения Республики Арцах призывает граждан следовать рекомендациям во избежание новой вспышки эпидемии и как можно скорее вакцинироваться. Для получения дополнительной информации можете звонить по телефону 047 94 32 27 с 9 до 17 00.